Доброе утро, все мои дорогие! Я на вокзале, девчата, уезжаю к моим детям. Я смотрю, люди с одного поезда на другой бегут, бегут, бегут! Это на вокзале всегда так. В прошлый раз, когда я уезжала в Мюнхен, я очень тяжело добиралась, потому что где-то был ремонт дороги, и мне приходилось лишнюю остановку сделать пересадку. Сейчас у меня быстрая поездка, только в Волве я пересаживаюсь, и за 4 часа я буду там. Конечно, я трачу полдня на эту поездку. Я всё время выхожу немножко раньше, и вот только это, что я вышла раньше в прошлый раз, я смогла попасть вовремя туда, на мой поезд, потому что мой поезд отменили, его поставили через ночь, на 20 минут раньше. И хорошо, что я вот пришла пораньше, начала искать свою платформу, а оказывается, он совсем другой платформы отъезжает, девчата. Я вам предлагаю, если вы куда-то едете, если всегда оставляйте себе времени побольше, чтобы у вас не было стрессов. У нас и так сейчас, век стрессов. Что делать? Вот такой вот век. И я смотрю и даже анализирую. Вот мои два чемоданчика, которые я их загрузила. Вот они ждут меня. И я даже сидела, вот их шла и анализировала. Сколько же у меня этих чемоданчиков и сумок вот таких вот с ручкой? Наверное, штук 10. И так у каждого человека. Наверное, вот это производство сейчас очень процветает. Люди век поездок. Люди туда-сюда. Мне это нравится, девчата. Все хотят по несколько раз отдохнуть. Ну, конечно, девчата, те, которые работают, те, которые вкалывают. Если дети тяжело вкалывают, даже если не тяжело вкалывают, но зарабатывают себе на поездке, почему бы не поехать? Я в каждый год на Рождество приезжала к Каролинке. А до Рождества или после Рождества я уезжала в Беремчу на лыжи, девчата. И мне это очень нравилось. Даже те 4 дня туристической поездки у нас прямо с моего города автобус шел туда. Мы же недалеко, километров 300 от Еремчи. И вот даже эти 4 дня приносили кучу удовольствия, много удовольствия. Тем более гостиница была с едой, с проживанием, с гидом. И автобус прямо до лыжной дороги нас увозил с гидом. Это было круто. Девчата, и это всего лишь. Я выбирала то время, когда не очень дорого. До Рождества или после Рождества, когда уже вся молодёжь поедет на праздники. На праздники подороже. А я уезжала за 100 евро. 100 евро на 4 дня. Сейчас я еду к своим детям. Будем встречать там Рождество. Они меня ждут. Я поэтому и набрала, взяла подарки. Им все. Хочу приехать в Мюнхен. И, наверное, выйду на главной площади и куплю опять цветок. Там всё время они свежие. Там очень много народу, и цветы всегда свежие. Вы помните, я ехала 1 ноября в Германию, поминальный день. И я купила там на площади, в цветочном магазине, купила цветы. Свежайшие, белые кризантемы. А сейчас будем покупать то, что у них будет в продаже. Но куплю. Я не знаю только, как я буду идти с двумя чемоданами из центра. И с этим огромным букетом цветов. Может, на этот раз не такой огромный будет. Посмотрим. Но я всё равно доберусь. Ребята меня встретят у метро. Приедет Дорин на машине и заберёт меня с этими чемоданами. Хотя он даже не предполагает, что у меня чемоданы, девчата. Это я так загрузилась. Девчата, я уже приехала в вокзал. Вот жду Дорина, что он приедет на машине и меня заберёт. Вот такие в этот раз купила колокольчики для моей девочки. Я сразу в городе покупаю большой букет цветов. Потому что, когда я сюда приезжаю, я сразу иду на кладбище. А потом ем и всё остальное. Увидимся позже. Ну что, мои дорогие, я уже у Каролинки дома. Сходили на кладбище, поставили цветы, поставили свечки, поплакали чуть-чуть. И я осталась одна сейчас дома. Меня подвезли, ребята поехали в магазин. И решила вам закончить своё видео. Вот моя девочка, вот ваша девочка. И вот так. Будем третий год. Три года назад мы вместе с ней встречали Рождество. Сейчас уже вот третье Рождество, которое без неё. Третье Рождество, по-моему, которое без неё. Что сделаешь? Вот такая вот жизнь жестокая, девчата. И куда ни повернусь, везде. Вот её ёлочка, которую она украшала. Ой. Её веночки, которые она везде, всюду сделала. Вот этот вот мне так нравится. Я себе тоже в Кишинёвскую квартиру куплю вот такой вот подсвечник. Он такой большой. Он огромный. Я помню, мы с ней его покупали. Он огромный. Огромный. Я не помню, сколько мы заплатили. Но у меня дома гораздо дороже вот этот. Если бы я могла, я бы себе отсюда бы привезла. Столик. Везде. Везде её руками. Все вот эти вот украшения рождественские сделаны. Если вы посмотрите её видео, вы там увидите. В доме чистенько, в доме тепло и хорошо. Сегодня только 22 число. Дорин все продукты купил. Мы будем готовиться. У них там целое меню. Мы будем всё готовить. Я не знаю, будет у меня время на Рождество ещё заснимать или нет. Потому что Валя нас пригласила к себе в гости. Вечером все у Дорина встречаемся. 24 числа воскресенье вечером. А 25 дома сидим. И после этого идём к Вале в гости. Она нас приглашает к себе в гости. Она сказала, я уже имею свой дом. Я хозяйка. Я хочу, чтобы вы все пришли. Девчата, ну что, на этой ноте буду прощаться. Как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки, тёмки. Пока-пока. Обнимаю. Обожаю.